По неумолимым законам эфирного времени пришла очередь в Сызране, и мы сообщим вам, дорогие радиослушатели, информацию не менее полезную. А мы сегодня общаемся с вами в прямом эфире. Телефон редакции «Эхо Москвы» в Сызране 984646. Номер для смс-обращения 9277-445555. И чуть позже я объявлю вопрос голосования традиционной для программы «Разворот». Итак, уже с утра телефон нашей редакции приобрел несвойственный ему красный оттенок. Вы не представляете, телефон просто раскалился, народ звонит и говорит возмущенно так, причем чувствуется по звонкам, что люди как-то нечаянно пропускали выпуски наших новостей. Звонят и говорят, почему, почему вы так мало говорите о выборах? Неужели вам еще эта тема не надоела за сегодняшний день? Не надоела? Ну, хорошо, получайте. Итак, сейчас мы с вами поговорим о результатах выборов в Сызране. И в связи с объявленной темой по традиции программы «Разворот» объявляю вопрос сегодняшнего голосования. Стоит ли ждать позитивных перемен от работы обновленной думы? И так ли уж она обновлена? Ну да, день выборов прошел, а день голосования продолжается. Итак, если вы считаете, что да, от обновленной думы нам стоит ждать позитивных перемен, дальше у нас все будет хорошо, звоните смело по телефону 916-416. Если же вы настроены более скептически, ваш номер 916-417. В конце передачи мы подведем итоги голосования. Итак, день выборов в Сызране прошел. День Икс для многих, в общем-то, судьбоносный. Счастливчики из тех, что до утра считали бюллетени, отсыпаются. Именно счастливчики и члены партии активно и нервно обсуждают итоги выборов. Но пока только предварительные, конечно. Но и они предварительные итоги говорят о многом. К 20 часам вчерашнего дня на выборах депутатов Думы городского округа Сызрань 6-го созыва проголосовало около 48 тысяч избирателей. Таким образом, данные по окончанию вчерашнего дня приблизительно 35% явки. Ну, конечно, там сотые доли процентов еще будут уточняться, но общая картина более-менее ясна. Итак, по Сызране проголосовало 35% потенциальных избирателей. Вообще, нужно сказать, дорогие радиослушатели, что результат-то мы дали очень даже неплохой. Средний процент по России 30%, так что 35% ну не хуже, не хуже. Лицом в грязь мы не ударили. Не такие уж мы аполитичные, не такие уж мы пассивные и не такие уж мы ленивые, скажем так, и разочаровавшиеся. Нет, все вполне неплохо. Ну, кстати, вот явка на выборы президента Российской Федерации, помните, выборы проходили в марте 2012-го, в тот день в Сызране явка составила 56%. Голосование за депутатов нового городского парламента проходило, как вы знаете, по 15, а кругом на 82 избирательных участках. В ходе выборов на ряд избирательных участков, на ряде из них, были зафиксированы нарушения. Ну, как же без них-то, да? С этими нарушениями разбираются вышестоящие избирательные комиссии и правоохранительные органы. Еще также напомним вам, что вчера, 8 сентября, в новую городскую думу 6-го созыва избирались 30 депутатов, 15 одномандатников, 15 партийцев. Под обновленный и увеличенный состав нашей думы сделан капитальный ремонт зала в помещении думы. Я представляю, там наверняка добавилось новых рядов, поскольку ранее было 25 депутатов, и они еле-еле умещались на своих местах на постаменте, а сейчас прибавится полку, то есть на 5 человек будет больше, естественно, конечно, потребовалось расширять площади. На одномандатные места в Сызранской думе претендовали аж 87 человек, то есть практически в среднем по 3 человека на каждый мандат. По партийным спискам и того больше избирались 170 кандидатов на 15 мест в депутаты думы городского округа Сызрань. Но, тем не менее, со списком предварительно, опять же, еще раз акцентирую ваше внимание, на том, что результаты пока предварительные. Но все-таки хотя бы предварительно определились. Ближе к середине сегодняшнего дня стало известно, что в Думу Сызрани прошли таки кандидаты всех партий, которые участвовали в выборах. А первоначально была информация, что справедливая Россия не смогла перешагнуть 5-процентный порог. Ну вот, подвели итоги, посчитали чуть-чуть, прям, можно сказать, с маленьким отрывчиком в 0,19%, справедливая Россия перешла 5-процентный барьер. Итого, общее количество голосов по предварительному подсчету 5,19%. Все-таки будет от справедливой России предположительно один человек в нашей Думе. Из пяти партий, принявших участие в выборах, значит, как я уже сказала, все смогли преодолеть 5-процентный барьер. Ну, Единая Россия, конечно, да, впереди планеты все. Она набрала 53,76%. Второе место у сызранских коммунистов более 20%. Партия «Правое дело» заручилась поддержкой более 12% избирателей. Об этом мы поговорим с вами чуть позже. За ЛДПР проголосовали 6% пришедших на выборы. И, как мы уже сказали, за партию «Справедливая Россия» чуть более 5%. Ну, не все партийцы остались довольны выборами. Вот как прокомментировала происшедшая Людмила Сидельникова, первый секретарь горкома Коммунистической партии Российской Федерации, с которой связалась эхо Москвы в Сызране. Протоколы, во-первых, сданы. Во-вторых, к ним приложены различного рода нарушения. Поэтому надо это все еще анализировать. И довольно многое больше, чем обычно. Больше, чем обычно нарушений? Ну, больше, чем обычно по протоколам судим. Определились ли вы уже с кандидатурами, которые будут выдвинуты по партийным спискам? Какие планы в работе с обновленным составом Думы? Елена Михайловна, пока еще, во-первых, конкретно неизвестно, и как будет проходить дальше. Поэтому еще все это в процессе обсуждений будет. В проценте 20%, чуть больше 20%. Поэтому точно еще неизвестно, как дальше. Пока еще даже предварительно необъявленные итоги в интернете есть. Поэтому здесь, как только будет объявлено, тогда мы и начнем. Сейчас пока все обсуждаем первые впечатления. Мы, конечно, рассчитывали на лучший результат. Поэтому победа, ну, небольшая, незначительная. Конечно, есть шаг вперед. Есть новое направление деятельности. Но все еще впереди. Давайте пока подумать нам, взвесить, как действовать дальше. Бедная Людмила Алексеевна с сонным, можно сказать, измученным до невозможности голосом отвечала и пыталась прокомментировать предварительный результат выборов. Ну, насколько известных в Москве, в Сызране три человека от Коммунистической партии будут представлять этот партийный орган в Думе городского округа Сызрань. Но, опять же, повторюсь еще раз, результаты пока предварительные. Поживем, увидим. Ждать, в общем-то, осталось недолго. По словам руководителя областного избиркома Вадима Михеева, первыми сообщения о нарушениях поступили, между прочим, из Сызране. Вот как прокомментировал это Вадим Михеев, цитирую, нам пришли жалобы на то, что курсанты военного училища голосуют по несколько раз, а также, что в Доме инвалидов людям поступают прямые указания, за кого конкретно нужно проголосовать. Сейчас по данным фактам ведутся проверки. Поступали заявления о незаконной агитации в Комсомольском районе Тольятти. Тем более, что на каждом из 564 избирательных участков в Автограде есть наблюдатели, отметил Михеев. Так что не мы одни попали в число городов-нарушителей. Тольятти, в общем-то, от нас не отстало. Кроме того, Михеев сообщил, что избирком мониторит сообщения в сети интернет. Нужно сказать, дорогие радиослушатели, что в этот раз выборы были поддержаны технически очень-очень солидно. Например, в интернете была так называемая карта нарушений, куда мог обратиться каждый недовольный. Кроме того, естественно, действовала горячая линия. Номер телефона 8 800 30 33 33 50, по которому также каждый недовольный мог позвонить и поделиться своими наблюдениями. В соцсетях безумное количество отзывов о проходящих выборах было выложено также. И эти соцсети очень-очень активно мониторили члены как Центрального обл. избиркома, так и местных городских избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий. Так, по крайней мере, пояснил дело председателя обл. избиркома Михеев. Кстати, в интернете прошла информация о работе передвижного избирательного участка, ну, вроде бы как, на взгляд наблюдателей, со стороны незаконно организованного в автобусе возле предприятия группы компании Криста. Вот что по этому поводу заявил руководитель обл. избиркома Вадим Михеев. «Заявляют, цитируем, и этот участок в автобусе абсолютно легален. Его номер 3777, и он действует уже третью избирательную кампанию. Организован он для жителей близлежащих домов, а не для сотрудников предприятия. К сожалению, рядом не оказалось помещение, отвечающее всем нормам противопожарной безопасности, где можно было бы провести голосование», – добавил Михеев. Ну, вот так вот в помещении, значит, пожароопасно, а в автобусе – самый раз. Но все время у нас что-нибудь да необычное происходит. Да, еще не было официального опубликования результатов выборов, но уже сейчас многих поразил более чем 12-процентный результат отданных за партию правого дела голосов. Попробуем дозвониться до руководителя регионального отделения правого дела Александра Неронова. И если, конечно, удастся в этот суматошный день установить с ним связь, попробуем выяснить планы правого дела после прихода во власть. Сегодняшнюю передачу мы ведем вдвоем. Я, Елена Костина, и мой коллега Игорь Матвеев. И я попрошу моего товарища набрать номер телефона Александра Эдуардовича Неронова. Ну что, как? Удалось? Пока мой коллега набирает номер телефона руководителя регионального отделения. Я напомню, номер телефона редакции 98-46-46. Алло? Алло? Да, здравствуйте, Александр Эдуардович. Извините, что беспокоим вас после такого суматошного дня, но хотелось бы узнать ваш комментарий прошедших выборов. Как с победой вас поздравить? Или вы ожидали более весомых результатов? Это просто-напросто, как сказать, это триумф правого дела в городе Сызрани. Почему? Потому что поднять партию с нуля за месяц, создать, как говорят, ей предпосылки к выходу на выборы, провести выборы и получить третий результат в городе. И количество, допустим, мандатов, один одномандатник и два подписочника, извините, это не получило ни ЛДПР, ни праворосы. Поэтому это уникально, и так скажем. Да, вы правы. Но надеемся, что избиратели не будут разочарованы. Расскажите, пожалуйста, какие планы у вас? С чего вы начнете? Я представляю, наверное, руки просто чешутся по работе. Расскажите, с чего начнете? Ну, как мы обещали, что первые вопросы – это ЖКХ, вставки ЖКХ. ЖКХ. В каких комитетах члены партии правое дело планируют работать? Это сейчас пока еще вообще ничего не рассматривалось и никаким образом. Все-таки надежды есть? Потому что еще для работы всегда есть надежда. Иди в любой комитет и работай. Александр Эдуардович, были ли на избирательных участках наблюдатели от правого дела? И были ли зарегистрированы какие-либо нарушения в проведении выборов? Были на каждом избирательном участке наблюдатели. Нарушений было немерено. Всяких этих самых, именно всевозможных нарушений. Вы сказали, что по партийным спискам у вас пойдут два человека от партии правое дело. Я правильно вас поняла? Ну, я как бы, официального подтверждения нет. Да, ориентировочно, пока предварительно. Ориентировочно должно быть два человека. Скажите, на чьих кандидатурах вы решили остановиться? Это пока сейчас еще, как говорится, нет такого решения. Хорошо. И последний вопрос по вашей победе в избирательном округе номер 13. Расскажите, пожалуйста, какие проблемы перед жителями этого округа стоят наиболее остро? Что вы планируете делать в вашем округе, именно как победивший депутат-одномандатник? Во-первых, когда я шел на выборы, я повстречался персонально практически с 8 тысячами своих избирателей. И зашел в 4,5 тысячи квартир этих избирателей. Все наказы избирателей, они сейчас записаны. Это несколько тысяч наказов. Это и будет сформирован непосредственно тот список, на который я буду опираться в своей работе. А кто был вашим конкурентом от «Единой России» на этом участке? Голобарев. Хорошо. Ну, удачи вам, Александр Эдуардович, удачи. На ближайшем заседании Городской Думы мы непременно увидимся. Спасибо за интервью. Спасибо. Хорошо, спасибо. Напоминаем нашим радиослушателям, что мы общаемся с вами в прямом эфире. Телефон редакции 98-46-46. Номер для СМС-обращения 9277-44-5555. И по традиции программы «Разворот» напоминаем вопрос голосования. Стоит ли ждать позитивных перемен от работы обновленной Думы? И так ли уж сильно она обновлена? Только на «Эхо Москвы» в Сызране открытое и честное голосование по актуальным вопросам гостей студии. Звоните. Выражайте свое мнение. Какую позицию поддерживаете вы? Телефонный номер 916-416. Согласен. 916-417. Не согласен. Ваше мнение важно для нас. Итак, дорогие радиослушатели, звоните по телефону 916-416, если вы согласны с утверждением, вынесенным в вопрос голосования, или 916-417, если вы настроены более скептически. Напоминаем еще раз. Телефон редакции 98-46-46. Звоните. Нам интересно знать ваше мнение. Если вы, будучи избирателем, заметили какие-либо нарушения на вашем избирательном участке, расскажите об этом. Если вы хотели бы поздравить своего кандидата, прошедшего в депутаты, или наоборот выразить сочувствие тому, кто не прошел, хоть вы и всей душой голосовали за него, звоните к нам в редакцию 98-46-46. Если вы хотите застрить внимание вашего депутата на проблемах вашего района, звоните к нам в редакцию 98-46-46. Поверьте, мы сделаем все, чтобы эта информация до вашего депутата дошла и была им принята к исполнению. А не зря я в разговоре с Александром Нероновым упомянула о его победе на территории избирательного округа номер 13. Сейчас, уважаемые радиослушатели, запаситесь листочком и карандашом и будете записывать фамилию вашего депутата на вашем избирательном округе. Фамилию того человека, который в течение ближайших пяти лет будет представлять ваши интересы в городской думе. Итак, начнем с района поселка Новокашперский. Нет, а вот к поселку Новокашперский мы перейдем через минуту, а сначала примем звонок. Алло. Алло. Алло, говорите вы в эфире. Да, здравствуйте, говорите. Слушайте, вы по пол второго не занимайте Сызранский канал. Дайте Москве, там будет выступление Жириновского очень полезное. Очень полезное. Спасибо, конечно же, за ваш звонок. Вот, ну, постараемся как можно раньше тогда закончить нашу программу «Разворот». Для тех, кто хотел бы послушать Жириновского, хотя бы вторую часть его. Ну, я думаю, что информация о депутатах наших, Сызранских, не менее важна, чем информация, которую доводит до жителей России Жириновский. Итак, избирательный округ номер один Алексей Рахматуллин, 39%. Вот на территории первого избирательного округа борьба как раз конкурентная развернулась очень остро. Там было наибольшее количество кандидатов в депутаты. Второй избирательный округ Эльдус Гельманов более 50%. Николай Подлеснов победил на территории избирательного округа номер 3, также более 50% голосов. Сергей Ананьев аж 57% победил на территории избирательного округа номер 4. Александр Елистратов с очень весомым перевесом, более 82%, победил на территории избирательного округа номер 5. Евгений Полынов избирательный округ номер 6, более 53%, почти 54%. В районе Засызран победил Сергей Зудин более 60%, Михаил Дронов округ номер 8, 50%, Вера Иванова 51% с небольшим, избирательный округ номер 9. Николай Александр, результат его не так весом, как у его коллег, но тоже вполне достойно 45,7%, избирательный округ номер 10. Сергей Гришин 46%, избирательный округ номер 11. Вера Кузнецова более 42%, 12-й избирательный округ. Александр Неронов, как мы уже говорили, победил с очень серьезным перевесом, более 65%, на территории избирательного округа номер 13. 14-й округ, почти 50%, Владимир Орехов. И Виктор Королюк, избирательный округ номер 15, почти 53%. Дорогие радиослушатели, подошло время новостей, после чего мы продолжим наш выпуск. А мы продолжаем наш выпуск, дорогие радиослушатели, в эфире программы «Разворот в Сызране». Сегодня мы общаемся с вами в прямом эфире, телефонной редакции 98-46-46. И всех, кто пытался дозвониться к нам во время перерыва на новости и рекламу, мы просим перезвонить в редакцию, нам важно знать ваше мнение. Сегодняшнюю программу мы ведем вдвоем. Я, Елена Костина, и мой коллега за пультом Игорь Матвеев. Напомним, что вчера, 8 сентября, в регионе прошли 24 избирательных кампании различного уровня в 14 городах и районах губернии. Самые крупные из них состоялись в Сызране и в Тольятти. Дополнительные выборы в областной парламент прошли по похвесненскому избирательному округу, а также прошли выборы глав Чапаевска и Кенельского района. Но об этом чуть позже. Все-таки, знаете, ситуация здесь, у нас в Сызране, признаюсь, меня эгоистку волнует намного сильнее, чем ситуация в том же Чапаевске или Кенельском районе. Поэтому бог с ними, с Чапаевским, с Кенельским районом, к ним мы вернемся чуть-чуть позже. А сейчас мне хотелось бы связаться с одним из победивших кандидатов в депутаты, с депутатом, который уже несколько раз избирался в различные составы нашей думы, с Виктором Михайловичем Корлюком. Я попрошу Игоря набрать номер телефона депутата и попробуем все-таки с ним связаться. Конечно, сегодня не лучший день для связи в прямом эфире, все прекрасно понятно, люди устали, люди просто выжат, выжат аморально, но попытаемся, может быть, нам удастся дозвониться. А пока я напоминаю еще раз номер телефона редакции 98-46-46. Вы дозвонились, Игорь? Так, соединяйте нас, Игорь. Соединяйте. Алло. Алло. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте, Виктор Михайлович, это Эхо Москвы и Сызрани, мы с вами сейчас в прямом эфире. Виктор Михайлович, я хотела бы поздравить вас с победой, очень весомой, красивой победой на вашем избирательном округе. И хотела спросить у вас, каковы ваши планы работы в составе обновленной думы? Будет ли ваша работа по сравнению с той деятельностью, которую вы проводили в думе предыдущих созывов, будет ли она как-то изменена? Или вы будете по-прежнему работать по своей уже как бы отработанной четкой схеме? Ну, во-первых, мне бы хотелось бы выразить благодарность всем жителям моего округа. Передадим. Большое спасибо им за доверие. И в дальнейшем вот то, что мы наметили с уважаемыми жителями нашего района, с молодежью, с пожилым населением, с которым надо, как говорят, советовать, эту работу будем также и продолжать в полном объеме. У нас много намечено, много делов впереди, но и много сделано, понимаете, в районе. Район уже, как говорится, по-другому смотрится, по-другому считается. В наш район на сегодняшний день идет приток большой молодежи, желает в нашем районе жить. Я думаю, мы это еще улучшим. Но мы ведь работаем не только для своего района, но и в целом для города, правильно? Да, конечно. Так что доверие уважаемого нашего губернатора Николая Ивановича Мельхушкина мы оправдаем. Виктор Михайлович, а не считаете ли вы, что мы как бы несколько заполитизированы, как того боялся губернатор? Ведь у нас, насколько можно судить по предварительным итогам голосования, три человека пройдут от коммунистической партии в Думу, три человека от партии «Правое дело», потом опять же будут представители ЛДПР и «Справедливая Россия». Вот опираясь на ваш многолетний опыт работы в Думе, не боитесь ли вы, что чисто экономические какие-то хозяйственные проблемы могут перерасти в область политических при таком все-таки разномастном, скажем так, составе Думы? Вот нет у вас такого опасения? Если мы с вами так будем говорить, что это слово «боимся, не боимся» – это не мне касается, не меня. Это раз во вторых, значит, давайте так будем говорить. А что нам делить с этими людьми? Что нам делить? Объясните. Мы, я думаю, и они тоже, как и «Единая Россия», они хотят, наверное, поработать на благо города. А в чем отличие, на ваш взгляд? Если люди, те или иные, значит, доверили той или иной партии, они, значит, осознанно, делить-то нечего. Но работа в дальнейшем, работа в нашей Северной Думе покажет, кто на что способен. Я думаю, нужно дружить, а не делиться. Хорошо. Виктор Михайлович, а вот в чем отличие взглядов вашей партии от партии конкурентов, как вы считаете? Ну, вы понимаете, на сегодняшний день партия власти, как любят все выражаться, «Единая Россия» работает не на показуху, а на результат. И мы это прекрасно ощущаем, что экономика поднимается, в другом направлении поднимается, страна развивается. С нашей страной, благодаря «Единой России», начали считаться, значит, все буквально уважаемые западные наши друзья. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. И позвольте еще раз вас поздравить с победой. Спасибо. Спасибо. Но победа общегородская. Это жители Победы. Наших жителей уважаемых. И я им благодарен. Спасибо вам всем. Итак, напоминаем вам, дорогие радиослушатели, телефон редакции 98-46-46, номер для СМС-обращения 9277-44-5555. Сегодня, пытаясь выяснить мнение победивших депутатов, мы очень мало, к сожалению, спрашивали мнение простых жителей города. И вот сейчас к нам в редакцию поступил звонок. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы в эфире. Я хотела бы поздравить партию «Право и дело», за которую я голосовала. Я очень рада, что представители этой партии наконец-то появятся в нашей городской думе. Я, конечно, не разделяю оптимизма предыдущего оратора по поводу «Единой России», потому что я в своей жизни мало заметила изменений по их работе. В нашем округе был Лексин, забыл, как его звать. Так вот, вокруг нашего дома, это 50 лет, так, 70-48, дорожки, как после бомбежки. И сколько ни обращались мы к нему, никаких изменений не произошло. Возможно, представители правого дела смогут навести порядок, именно тот порядок, которого мы давно-давно ждем от представителей, от депутатов, которых мы избираем. Поздравляю всех депутатов с избранием. И хотелось бы, чтобы их работа была заметна для простых избирателей, а не только для них самих. Спасибо за ваш звонок. Осталось действительно только разделить надежды нашей радиослушательницы на то, что работа будет более эффективной. И, к слову, о дорогах. Будем надеяться, что прогноз губернатора Николая Ивановича Меркушкина, высказанный им в разговоре с жителями нашего города во время весеннего его приезда в Сызрань, прогноз о том, что, возможно, ближайшие пять лет на Самарскую область не так много денег будут выделять на ремонт дорог. Будем надеяться, что этот прогноз не оправдается. Примем звонок. Алло. Звонок, к сожалению, сорвался. Напоминаем. Нет, не сорвался. Алло. Да, да, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. А вот таки всё-таки сорвался. Девушка испугалась и убежала от телефона. А может быть, действительно, проблема со связью? Напоминаем номер телефона. Редакция 984646. Номер для СМС-обращения 9277-445555. И, признаюсь, дорогие радиослушатели, каждый раз, объявляя эти номера телефонов и номера для СМС-обращения, очень хочется вслед за этим озвучить номер телефона компании Ростелеком. С таким призывом, дорогие связисты, ну, наладьте уже, наладьте уже, наконец, в нашем здании бесперебойную связь, чтобы мы могли напрямую общаться с нашими радиослушателями и услышать мнение людей от начала фразы до конца, без неожиданных коротких гудков в середине разговора. Итак, дорогие радиослушатели, общаясь сегодня с победившими кандидатами в депутаты, далеко не всеми. Повторюсь еще раз, что сегодня, в первый день после прошедших выборов, многие просто или отдыхают, или со своим штабом подводят итоги и буквально не на связи. Понять людей можно, ну, день сегодня такой. У нас еще будет много возможностей встретиться с каждым из депутатов, узнать о его планах, узнать о тех делах, которые он собирается совершать в ближайшее время, буквально, можно сказать, в ближайшие дни. Слава богу, не последний раз видимся. А сегодня, ну, кого поймали на телефоне, того и поймали. И тем не менее, общаясь с кандидатами в депутаты, мы как-то очень мало даем возможности высказаться простым горожанам. А давайте-ка мы исправим эту оплошность. Здравствуйте. Вы были на выборах? Были. Если не секрет, за кого проголосовали? За Единый Россиев. На ваш взгляд, какие проблемы нужно решать в первую очередь? Что вы ждете от новой власти? Чистота в городе. Ну, а дальше, наверное, они сами уже знают все наши проблемы. Для нас самое главное, чтобы было чисто и уютно, а потом уже понятно, что строительство садиков, школы и так далее. Нет, нет, не ходил. Ну, так получилось, не было времени. Много проблем вообще в городе. Ну, много проблем не буду высказывать. Нет, не получилось. Работала. Какие перемены вы ждете в связи с приходом новой власти? Ну, это дороги, наверное, в первую очередь. То есть у вас прямо вот так все гладко в жизни, одни только дороги не дают вам спокойно спать. Ну, уж таких сильных проблем нету. Работа устраивает, зарплата тоже более-менее. Ну, если только квартплата. Скажите, вы ходили на выборы? Да, конечно. Если не секрет, за кого проголосовали? За Лядино. Что вы ждете от власти? Дороги более-менее делаются. Так вроде нормально. Пока. Вы ходили на выборы? Нет, не ходила. А почему? А потому что, сколько я здесь живу, это руководство никогда не пишет мне пригласительно. Скажите, ваш адрес. Луквожский, 27В. Вот писали только дочери. Все. Больше никому. Скажите, а что вы ждете от новой власти? Какие, на ваш взгляд, проблемы в городе в первую очередь нужно решать? В город вложить, пенсии, зарплаты, в детские садики, школы. Вот все это. Какие? Вот с жильем у меня, например. Жилье до дороги. Больше ничего. Да с медициной чего-то делается. Видите? Делали у нас одну операцию. Оказывается, оставили нитки. А во второй раз положили в больницу. А все деньги. 14 тысяч, говорите, воплотила. На Монгаре. Центральная городская? Ну да. Не знаю, чего еще. Вы ходили на выборы? Как же. Если не секрет, за кого вы проголосовали? Это секрет. Беспартийных. Партию беспартийных. Есть такая. Вот я к ней отношусь. Какие, на ваш взгляд, проблемы в городе нужно решать в первую очередь? Ой, вот дорожные. Вы вот не по советской выходили, а ходили чуть подальше. То там ужас, что творится с дорогами. А вы думаете, я не знаю, да? Пройдите по той же интернациональной. Это одна из центральных улиц. Дали команду нашей вожди срезать траву. Срезали, а там поле бутылок пустых, которые выпьет. Их надо убирать, а они валяются. Вот порядка нету. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем выпуск. И у нас на линии Ильдус Гаязович Гельманов. Ильдус Гельманов победил на территории избирательного округа номер 2. Алло. 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 Да, здравствуйте, Ильдус Гаязович, это Эхо Москва в Сызрани. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Очень плохо слышно. Плохо слышно. Алло. Алло, алло, вам слышно вот так? Вот плохо очень, конечно. Ильдус Гаязович, ну, постараюсь как можно громче. И со всей возможной громкостью хотелось бы у вас спросить, на каких проблемах в первую очередь вы остановите свое внимание как депутат? Что в вашем округе, на территории округа номер 2, просто кричит и стонет и требует немедленного решения? Расскажите. Ну, я считаю, одним из проблем, конечно, слов нет. Это вопросы, которые связаны с ЖКХ, то есть вопросы связаны о том, чтобы, если услуги оказываются, да, они оказываются в достойном ракурсе. Второе о том, чтобы ремонт ДК-строитель, ремонт школы 28-й, вот, дороги, и, соответственно, сквер мы хотим сделать там. Ильдус Гаязович. Будет, и потом вопрос с ФАП, то есть, если шеф-ушетный пункт мы должны открыть, для того, чтобы люди могли, соответственно, получить где-то, соответственно, уколы и тому подобное, что-то, и анализы сдать. И Сбербанк, и пол Сбербанка, и пол приема коммунальных платежей. Именно от Сберегательного банка? Вы меня слышите? Что-то я очень... Бывайте, там, посмотрите, мы полторы тонны цемента завезли, мы сейчас, соответственно, ремонтируем фундамент, который есть, да, и в дальнейшем будем это делать. Хорошо. И я думаю, что в 2015-2016 год региональный бюджет, который запланирован 36 миллионов, мы все-таки постараемся, чтобы область выделила на эти деньги. И тогда у нас будет очень крупный культурный центр, который будет один из единственных, который будет организовывать в почелок Западный, то есть, Звадской, Рамазе, поселок строится Дебрасовскую площадку. Ильдус Гаязович, глядя на итоги выборов, какой портрет жителя нашего города, на ваш взгляд, можно нарисовать? Да ну какой? Житель нормальный, просто, понимаете, вот 45 встреч мы провели, поселок строителей, прилегающий к нему, соответственно, частный сектор и половина Брасовской площадки. Люди, ну, честно говоря, не очень-то верят в том, что что-то можно изменить, но когда с ними беседуешь, и желание у многих появляется. Я думаю, вот то наказы избирателей, которые сейчас мы получили, наказы огромные, слов нет. И эти наказы мы, конечно, будем выполнять совместно, совместно с старшими, совместно с советами многоквартирных домов, вот, то есть, без них мы ничего не сделаем, они без нас тоже тяжело будет. Ведь мы без них, то есть, совместно с жителями, я думаю, мы сделаем, чтобы Брасовская площадка была нормальной. Мы уже начали вырубать там некоторые кустарники и тому подобное. И приводить о том, чтобы и детские площадки и тому подобное, чтобы у нас все было нормальным. Спасибо, Ильдус Гаязович, спасибо, поздравляем вас с победой на выборах. Спасибо. До свидания. Да, прав, прав, между прочим, наш собеседник по поводу какого-то неверия, скажем так, значительной части жителей нашего города, неверия в то, что перемены, положительные перемены близки. И это подтверждают результаты, предварительные, опять же, результаты голосования, проведенного сегодняшним эфиром. Вопрос голосования этого выпуска, стоит ли ждать позитивных перемен от работы обновленной думы, и так ли уж она обновлена. Так вот, 100% проголосовавших ответили отрицательно. Но, повторимся, передача еще не закончена, пока это результаты предварительного голосования. Напомним еще раз, что в нашем регионе прошли 24 избирательных кампаний различного уровня в 14 городах и районах губерний. То есть Сызрань была не единственным городом, в котором проходили выборы. Хотя, нужно сказать, Сызрань и Тольятти были все-таки самыми, скажем так, главными городами нашей Самарской области по выборам. К нам в редакцию поступил звонок. Алло. Звонок, к сожалению, сорвался. Но я напомню звонившим радиослушателям. Телефон редакции 98-46-46. Номер для СМС обращения 9277-44-5555. Звоните, пишите. Нам важно знать ваше мнение. Если вы можете рассказать о тех проблемах, которые стоят перед жителями вашего района, если вы хотите довести эти проблемы до вашего депутата, звоните к нам в редакцию. Уж поверьте, мы постараемся эту информацию довести до нужных лиц. Алло. Алло. Алло, к нам в редакцию поступил звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, я вот прослушала, Марина Ерина прошла или нет? Марина Ерина не баллотировалась, в списке победивших депутатов ее нет. Но коммунистическая партия прошла с перевесом в 20 с небольшим процентов. То есть от Компартии по партийным спискам предположительно будут три человека в городской думе. Спасибо большое. Пожалуйста. К сожалению, сызранские коммунисты пока не готовы прокомментировать результаты выборов и назвать фамилии тех людей, что будут представлять интересы коммунистической партии и интересы жителей нашего города в городской думе. Но полагаю, что к завтрашнему дню уже как-то с выбором коммунисты определятся и озвучат нам, наконец, фамилии народных избранников. А к нам в редакцию вступил еще один звонок. Алло. 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 Да, здравствуйте. Вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Я вот с брасулской площадки. Я вот слышу только одни дороги, дороги. Нужно особое внимание уделить наркомании. Молодежь пивается. Вот хотя бы проехали вечером вдоль домов. Одни бутылки пьют вся молодежь. Им негде отдохнуть. ДК это захватили, как вот музей. Вот где собиралась молодежь. Каждый праздник отдыхали, танцевали. А сейчас они все по задворьям пьют и колются. Выйдешь в подъезд, смотришь одни шприцы. Вот на это нужно новому депутатам избранным усилить контроль. Вот иначе вся молодежь погибнет. Вот. Да, вы правы. Да, спасибо. А это дороги, дороги. Можно и по траве походить. А вот наркоманы, молодые поколения, молодое подрастает поколение, оно все будет захвачено этим. Потому что Сызрой на первом месте по области. Вот на это больше уделите внимание. Спасибо вам за ваш звонок. Спасибо. Мы обязательно доведем ваше мнение. Вот на это нужно обратить внимание. Спасибо. Еще раз повторяю номер телефона редакции 984646. Номер для смс-обращений 9277-445555. И повторю еще раз вопрос голосования. Стоит ли ждать позитивных перемен от работы обновленной думы? Так ли уж она обновлена? Если вы считаете, да, стоит, звоните по телефону 916-416. Если же мнение ваше более склоняется к отрицательному, 916-417. И еще один звонок поступил к нам в редакцию. Возможно, мы успеем его принять. Алло. Алло. Алло, говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Да, да, говорите, говорите, вы в эфире. Алло. Ну, напоминаем еще раз телефон на редакции 984646. Особое внимание просим на эту линию уделить сызранских связистов. Итак, напоминаем еще раз, что выборы прошли не только в Сызране, но и в Тольятти, в Похвестневском избирательном округе, в Чапаевске, в Кинельском районе. И хотелось бы хотя бы в двух-трех словах познакомить наших радиослушателей с результатами выборов в Самарской области. В Кинельском районе к двум часам ночи уже обработали все 100% протоколов. Можно сказать, отстрелялись вперед всех. По предварительным итогам на выборах главы муниципалитета действующий руководитель территории Николай Абашин победил с результатом в 90 с лишним процентов. Его конкурент от ЛДПР Илья Пахомов получил всего 5% с небольшим голосов избирателей, а самовыдвиженец Сергей Петряев и вообще 3%. Об этом сообщает Волга Ньюз. Уже ясно, что в Чапаевске также переизбрали ныне действующего мэра Дмитрия Блынского. По итогам обработки 100% протоколов он побеждает с результатом в 94 с лишним процента. Самовыдвиженца Валерия Зубихина Сергея Семендиай от ЛДПР получили 2 с небольшим процента и 1,5% соответственно. В выборах по Похвестневскому избирательному округу в Самарскую губернскую думу решительную победу одержал единоросс Владимир Суботин. Он набрал почти 80% голосов. Представитель от ЛДПР Вячеслав Михайлов получил 11% и Алексей Чернов от «Справедливой России» 4%. Глухов правое дело по Похвестневскому избирательному округу получил всего 2,5% голосов. Валентин Пичугин самовыдвиженец 1%. По состоянию на половину третьего ночи, ночи с 8 на 9 сентября, в Сызрани было обработано всего лишь 28 с небольшим процентом протоколов. Ну вот так вот объем работ был несоизмеримо большим. Поэтому и результаты выборов по Сызрани пока еще предварительные, но общую картину, дорогие радиослушатели, уже можно вывести. И сразу стали заметны проблемы с неудачным, скажем так, выбором дня голосования в начале сентября. Как-то наш президент не додумал, когда предлагал провести выборы именно 8 сентября. Народ, многие люди еще на даче, многие еще как бы не раскачались после периода летних отпусков. И возможно в Центральном избирательном комитете дата следующих выборов будет перенесена на середину октября. Таковы предварительные мнения. А мы прощаемся с вами. Всего вам наилучшего. Продолжение следует...